Здравствуйте все, кто меня слышит, кто меня видит и кто еще присоединится. Сегодня у нас Йо попросил выходной. Освободи меня немножко от общественной нагрузки. Сегодня я постараюсь сам пробежать чат, почитать, посмотреть. Получили отзывы, я получил, почитал, да, отзывы разные. Но об этом чуть попозже. Пока мы с вами не виделись, я получил целую гирлянду очень серьезных вопросов, на которые бы хотел ответить сейчас в самом начале, пока у нас люди подтягиваются и потихонечку мы вклиниваемся в работу. Вот один вопрос очень большой, объемный, но я, наверное, все-таки его зачитаю. Такой серьезненький вопросик. У меня есть лучшая подруга, у нас с ней нет практически никаких секретов друг от друга, мы очень близки. И вот однажды она мне рассказывает такую историю. На работе ее сотрудница рассказала ей о своем родственнике с Урала, который после очень тяжелой болезни и 90-дневного поста излечился от болезней и внезапно обрел дар. Он видит прошлое, людей, их настоящее и будущее. Он, видимо, даже может считывать одного человека через другого. Он может лечить людей, снимать боль. Ну, подруга с ним связалась по телефону, и они встретились. Ну, там длинное письмо было, я куски прям убираю. Там целая еще история была, как они встретились. Но это уже не суть важное, значение не столь имеет важное. Во время встречи, которая продолжалась несколько часов, он ей рассказал ее прошлое, настоящее, обозначил все ее проблемы, назвал факты, о которых знать не мог, в том числе из ее раннего детства, о которых она и сама уже стала забывать. Он знал все до тонкостей. В общем, он реально обладает некими способностями, в чем сомневаться не приходится. Много говорил о Боге, о церкви, о разном, посоветовал ей молитвы, иконы. В общем, по сути, обратил ее в сторону церкви, хотя до этого момента она не особо уделяла внимание своей духовной жизни, и вопросы о воцерковлении ее совершенно не волновали. Ну, казалось бы, благо. Затем он предсказал ей будущее, которое волшебным образом совпало с ее самыми заветными мечтами, а затем провел некий сеанс, во время которого он посадил ее на диван, попросил закрыть глаза и какое-то время издавал странные звуки, что он при этом делал, она не видела. Затем он попросил ее уйти в другую комнату и там сесть на диван, и на расстоянии, как я поняла, силой мысли заставил ее несколько раз сесть и встать, и она подчинилась. После чего он сказал ей, что она должна звонить ему в определенные даты для дальнейшей работы. Он сказал, что почистит, отлукавая ее и всю ее семью, и все у ней наладится. Потом они сходили поужинать в ресторан, где он постом, это во время поста. Заказал пиво с колбасой, говорил, что напрямую общается с Господом, и сам Господь разрешил ему пост не соблюдать, потому что иначе у него не будет сил помогать людям, и делать этот мир лучше, убирая лукавого из людей и очищая мир. Он также пообещал почистить квартиру ей. Еще он сказал, что я тоже могу к нему обратиться, и он со мной поработает, причем даже на расстоянии по телефону. Стоимость его работы всего можно перевести на карточку. Раньше он не брал денег, так он объяснил, но люди к нему не прислушивались и не особо верили. И он решил брать денежку, чтобы люди серьезнее относились к его рекомендациям. Она ему поверила и практически уже не сомневается в его правоте и ждет, когда начнут сбываться его предсказания. Собирается ему звонить, собирается дальше с ним работать, а меня терзают сомнения. Вкратце я сократил, потому что там на самом деле было много всего описано. Но, видимо, человек, автор этого письма, который все это писал, очень хотел подчеркнуть, что это не фокусы какие-то, что он действительно какими-то обладает дарами, и что он может что-то знать, чего знать не мог в принципе, а он знает наверняка, и говорит, и предсказывает, и это все сбывается. И о каких-то фактах прошлого он говорил, и как-то вот все это вот так происходит, что здесь совсем действительно что-то особенное. В общем, она, видимо, пыталась меня в этом как-то убедить, боялась, что, может быть, я не придам серьезного значения. И поэтому много всяких таких описаний того, что свидетельствует о его необыкновенном даре. И она попросила меня прокомментировать все это и высказать свое мнение. Ее терзают на самом деле сомнения очень глубокие, и даже почти уже не сомнения, она даже уже почти уверена, что здесь что-то нехорошо. Но не знает, что делать. Вот такое обращение. Я хочу так сказать, на самом деле, конечно, у этой женщины есть все основания для опасений. Вот этот дар, которым человек этот обладает, я не сомневаюсь, что там действительно он обладает каким-то даром, действительно что-то такое есть. Но если есть дар, это еще не факт, что это прямо от Бога у него, есть же все-таки нечистая сила. И вот судя по тому, что она описала, у меня, например, никаких сомнений вообще не возникает, что здесь что-то нечистое. Прямо вот сто процентов. Не похоже это на Божий дар. Причем вот этот сам человек, я вполне допускаю, что он искренне считает, что он с Богом общается и что Господь ему там что-то говорит, что-то ему разрешает. Вот, например, пиво с колбасой, пожалуйста, то есть не надо соблюдать, бери, кушай, что хочешь, не смущайся, потому что тебе нужны силы людям помогать. Ну вот это вот, например, совершенно не похоже на Бога, вот абсолютно не похоже. Вот открывайте Евангелие, читайте, Господь вот с ног валился, во-первых, но он посты соблюдал, сам Христос. Вот перед своим общественным служением он ушел в пустыню, там 40 дней постился, не вкушал и ничего, то есть все через пост. Этот вроде тоже постился, да, ладно, но посмотрите, как действует Христос. Он уходит от людей, за ним толпы идут, потому что они хотят, чтобы он их исцелил, чтобы он совершил какое-то чудо. Просит, требует от него знамени, то есть предсказаний каких-то, спрашивает его о будущем. Все то же самое, в принципе, он этого не хочет делать, он упорно уходит от людей, он прячется, он запрещает рассказывать им, что он с ними сделал. Он исцелит кого-то и запрещает, никому не говори, не навязывать ни в коем случае. И уж тем более не берет денег за то, что он сделал. Единственное, что он требует, это веры. Веришь ли? Да, верю. Ну так, по вере твоей да будет тебе. Все. И он тяготится этими толпами людей, потому что он пришел сюда не для того, чтобы сделать людям добро. Что такое добро? Вот, допустим, этот человек хочет людям помогать. Что значит помогать? Помогать в каком смысле помогать? Помогать в чем? Устранять в жизни мелкие неприятности и жить себе в удовольствии помогать? В чем помогать? Цель-то какова? Это такая лукавая штучка, исцелить болезни. А кто сказал, что это нужно делать? Есть врачи, есть больница, пожалуйста, обращайся, доктора. Через них Господь тебе даст здоровье. Что это за противопоставление такое? Есть врачи официальной медицины, а есть еще вот это. Если тебя Господь хочет исцелить, Он тебе через врача даст исцеление. А что получается здесь? Может, тебе эта болезнь дана, чтобы ты задумался о своей жизни, чтобы ты переосмыслил, переоценил что-то, чтобы ты вообще задумался, почему и за что тебе эта болезнь дана? В чем-то покаялся, может быть? Болезнь, она бывает к лучшему. Помогает человеку осознать что-то. Устрани болезни. Во что мы превратимся? Так что, если Он лечит людей, это не факт, что Он делает добро. Христос не всех исцелял. Он не шел, не собирал людей, давайте, я вас всех исцелю, давайте, присоединяйтесь, быстренько сейчас сделаем. Вовсе нет. Наоборот, Он даже как будто иногда не замечает, что человек от Него хочет. Два слепца кричат, помилуй нас, сын Давидов. Он подозвал и сказал, что Вам нужно? Как будто бы не знает, что им нужно, чтобы нам прозреть, они ему говорят. Ну хорошо, исцелил. То есть, Он вот так просто не дает. Так что, все эти вещи, а тем более эти манипуляции какие-то. Посмотрите, разве Христос в Евангелии что-то такое делал, какие-то манипуляции? Там было пару раз, когда Он сделал брюновение, отоплюнул, брение сделал. То есть, грязь просто намешал и глаза помазал человеку. Было еще там, когда Он какие-то манипуляции делал. Но это все были просто вот какие-то разовые случаи, и они предназначались для людей, у которых слабая вера. Просто чтобы у них хоть какая-то надежда проснулась, что, может быть, хоть это что-то как-то поможет. Потому что без вот таких вот вещей многие просто не могут воспринять. В Ветхом Завете есть такое описание случаев исцеления от проказа. Проказа – болезнь такая, очень жестокая. Но я потом как-то в библейском ревизе об этом расскажу. Так вот, был военачальник сирийский. Он вообще не израильтянин был, не иудей. Сириец – Нейман. Его имя звали. И вот у него была проказа. Он с ног до головы был ей покрыт. Это такие наросты гнойные. Это очень страшная болезнь. Она заразная тем более. Ему сказали, что вот в Израиле есть некий пророк Елисей, который может исцелять вот такие вещи. Вот он к нему пошел, к этому пророку. Ну, с дарами там, со всеми, как положено, его воины, телохранители там. Ну, он большой человек был, высокого ранга. И вот, когда они пришли к тому месту, где жил Елисей, сам он не пошел, потому что болезнь заразная. Он послал туда свою слугу. И вот, мол, это самое. Пришел такой-то, такой-то и просит тебя, чтобы ты что-нибудь сделал. Помолись Богу, призови Бога. Ну, как, что-нибудь сделай. Елисей сказал, пойди, скажи ему, пусть идет в Иордан. Окунется там семь раз, что ли. И будет здоров. Так этот Нейман разозлился, когда узнал. Я-то думал, он выйдет, он сделает какой-то жертвенник, принесет жертву своему Богу, будет молиться. А он послал меня искупаться в этом болоте. Что, в Сирии разве мало рек, которые еще лучше, чем Иордан? Что, я там не купался, что ли? В общем, он разгневался, подумал, что это что-то несерьезное. Ну, как-то нужно, что такие серьезные болезни же так просто не врачуются. Надо что-то серьезное же сделать. То есть у него такая вот проявилась здесь вот именно вот то, о чем я говорю. Что некоторым людям нужно именно усложнить как-то процесс специально, чтобы хоть какая-то надежда у них. Но его вот этот слуга уговорил потом, он сходил искупался и выздоровел. Так вот, Христос просто исцелял, никаких манипуляций не делал. Тем более уже не приказывал, не заставлял там вот как вот этот человек сесть встать. В общем, одним словом скажу, что действительно такие люди есть, вот обладающие некими силами, дарами такими вот очень серьезными. Но все эти силы, они далеко не Божьи. Несмотря на все флаги, на все красивые лозунги, на слова о том, что нужно сходить в храм, в церковь, что нужно помолиться, вот тебе лучше такая икона, тебе лучше такая икона. Опять же, Христос в Евангелии изгоняет беса из человека и запрещает бесу говорить, что они знают. Они же знают, что Он Христос, что Он Спаситель мира, а Он запрещает им это говорить. Почему? Потому что в устах беса даже правда будет кривдой. Потому что это бесовские уста. Из уст беса Господь не приемлет ни правды, ни похвалы, ничего. И проповедь бесовская, она ни к чему хорошему не приводит. И здесь вот то же самое, проповедь бесовская. Хотя человек говорит, да, сходи в храм к батюшке, покайся, вот причастись, вот тебе икона, вот тебе молитва. Вот надо тебе вот это делать, вот это делать, все. Друзья мои, не приемлет Господь таких похвал. И все эти вещи – это просто ширма на самом деле. Поэтому я считаю, что однозначно здесь очень серьезное искушение у этой женщины. И не только у нее, а все те, кто с ним соприкоснется. И надо действительно как-то ей помочь. Теперь вопрос о том, как. Наверняка она уже очень сильно, так сказать, на крючке. Она ему верит, она убедилась в том, что он все сказал такие вещи, о которых она сама уже забыла и никто не мог знать. А он знает. Откуда он знает? Да бес-то все знает. Что удивительного-то в этом? Боже мой, ну прям, это как вот, я не знаю, фокусник, понимаете? Фокусник делает в какие-то манипуляции. Зрители, ах, как же он это сделал? Как вот он это, кролика-то и достал из цилиндра, а там же он же пустой же был. Ну как же? Ну это же все элементарно, ловкость рук. Ну так и здесь тоже. Бес-то все знает. Ты забыл, а он-то не забыл. Он вообще бес. Существует столько, сколько существует в вселенной. Господь как их создал, ангелов, потом они разделились на светлых ангелов и падших. И вот эти ангелы падшие, они до сих пор с нами. Живут, живут и знают все. Мы спим, а они не спят. Мы забываем, а они не забывают. У него все записано. Поэтому он может знать подробности, бельчайшие. Ничего удивительного вообще нет. Нет, покупаются на это люди, очень сильно покупаются. В общем она очень так убеждена в том, что здесь конечно все Божие, все чистое, все святое, замечательное. И поэтому здесь нужно действовать именно, просто раскачивать ее, именно сомнения какие-то, чтобы у нее возникали в том, что здесь что-то, что-то. Так, сейчас секундочку. Да, вот жалуются люди, что тихо почему-то, да? Странно. Ну а так будет получше? Да. Нормально. Кто-то, кто-то говорит нормально, кто-то чего-то. Друзья мои, я не знаю, что у меня тут что-то, 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 что-то произошло. Ну ладно. В принципе, еще можно так сказать, что молиться за нее надо, за эту женщину. Вот нужно молиться, действительно, заказать за нее может быть там сорока уст, обеднюю, молебен послужить и молиться, молиться, чтобы Господь ее вразумил, остановил и не до хорошего все это дело не дойдет. Ну вот таким вот образом, такой серьезный вопрос, я много времени ему уделил. Так, посмотрим чат, что вы здесь пишите. Здравствуйте, 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 все, кто присоединился. Сегодня у нас Йо отдыхает, у нее сегодня выходной, я сегодня сам чат смотрю. Настолько отсутствия. Так, искусница Наталья. Телефон, да, да, друзья мои, напоминаю, что можно позвонить, позвонить по телефону 8-987-918-2886. Вот как раз звоночек есть. Алло. Алло, добрый вечер, батюшка. Добрый. Мир вашему дому. Спасибо. Из Германии звонки не надоел вам еще? Очень приятно. Не, мне просто так удобнее и все. Значит, первый вопрос. Вот в Библии, по-моему, написано, Господь сказал, что нас не убивает то, что мы кушаем, а то, что мы говорим. Да, верно? По-моему, так сказано, да? А вот мысли наши, то есть вот эти черные плохие мысли. У меня в шальные 90-е мои знакомые как-то сказали, что даже страшно подумать что-то плохое, да? То есть вот наши мысли, они не убивают нас или что-то вот так, да? И еще вот сейчас буквально у нас вот по ТВ показывают CDF история, да? Показали про эти две атомные бомбы, что их когда сбросили там на Хиросиму Нагасаки, в один момент там 100 тысяч народу погибло и позже еще, да? И сразу такой вопрос в голову пришел, почему? Вот кто виноват в этом? Тот, кто отдает приказ убивать или тот, кто исполняет вот такие вот приказы? То есть на ком греха больше будет? Ну, спасибо. Вот такие вот два вопроса, да. Спасибо вам. Угу. Так, ну, что касается первого вопроса. Христос в Евангелии сказал так, что не входящая в уста оскверняет человека, а исходящая из уст. И потом пояснил, что исходящая из уст исходит из сердца. Ну, то есть то, что мы говорим, оно исходит из сердца. А в сердце может быть всякое. Может быть там и лукавство, и ложь, и клевета, и все, что хотите. Вот. И гордыня, и тщеславие, и все там в этом сердце может гнездиться. И вот это оскверняет человека. То есть, проводя такую вот немножко аналогию, что ли, или по-другому просто перефразируя, можно так сказать, что не материальное оскверняет человека, не то, что мы кушаем материальное. А духовное оскверняет то, что вот духовное, то, чем мы руководствуемся, вот это оскверняет человека. Это настоящая скверна, скверно-духовная, а не телесная. Потому что телесная можно помыться, можно там еще что-то и очистить, будешь чист. А вот духовная скверна, это да. И вот то, что мысли, мысли, какие мы допускаем, это тоже духовные вещи. Поэтому они тоже человека оскверняют, конечно. И здесь я, в общем-то, согласен с тем, что недопустимо, в принципе, плохо думать о людях. Не надо, конечно же. Другой вопрос, что мы, бывает, нечаянно мысли приходят в голову, но с этим как-то стараемся бороться как-то. Но если уж, так сказать, человек с этими случайно пришедшими мыслями соглашается, начинает их развивать и начинает их как-то там дальше двигать, вот это вот уже плохо. А что касается вот, кто больше виноват, на ком больше греха, на том, кто именно на кнопку нажимал, когда сбрасывал, например, эти бомбы. Тот, кто приказ отдавал или тот, кто, может быть, эту бомбу создал. Я думаю так, что больше греха на том, кто приказывал, то есть тот, кто этим всем управлял. В конце концов, солдат, он есть солдат, он выполняет просто приказ, ему приказали, он не может размышлять. Тут у него, может быть, и есть, конечно, грех, он мог отказаться от этого, но все-таки на нем не так, не столько греха, сколько на том, кто это все приказ отдал. Так, меня немножко напрягает вот ситуация со звуком, говорят, что очень тихо. Я, честно говоря, сейчас уже, наверное, ничем не поправлю звук, так, наверное, он и будет идти. Священники, которых мы видим в обычной жизни, тоже пьют пиво с колбасой. Ну да, да, нет, ну конечно, пьют. Но вопрос-то во время поста? Стоит ли в храйной службе делать замечания старушкам, что громко говорят во время службы или оставить, пусть все будет на них в совести? Ну, замечания, конечно, можно сделать в какой-то, в какой-то ситуации, но как бы не получилось так, что вместо маленького греха получится большой. Потому что вы им сделали замечание, но не факт, что не получите в обратку в сто раз больше, чем если бы вы просто промолчали. Что дает чтение Евангелия? Людмила спрашивает. Евангелие, вот когда мы молимся, мы Богу говорим. Когда мы читаем Евангелие, нам Господь говорит. Мы с Богом так общаемся. Это важно. Там просят добавиться в друзья. Не могу, не стану отвлекаться. Очень много у меня вопросов. Я добавлю всех в друзья, но после окончания трансляции. Стоит ли уважать стариков, ездящих на общественном транспорте? Безусловно. На именинах епископа Кеневского Сафораза никто из священников не позволил выпить. Обязательно, да, но без колбасы, извините меня. Не выражите, не гадайте. Вот Максим Сергеевич приводит, да, Левит 19, 26. Не должен находиться в себя проводящий сына, свою дочь свящая, через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызыватель духов и т.д. Волшебник, вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом, всякий делающий это. Абсолютно точно, да, цитаты из Священного Писания. И более того, вот когда Господь евреев вывел из египетского рабства через Моисея, да, Моисей повел, то они потом пришли в землю обетованную, которая была не пустыней. Там люди жили и там неплохо, в общем-то, жили. Но именно их Господь велел истребить этих людей, то есть эти народы, именно за то, что там сплошное было чародейство, колдовство и все на свете. Вот именно за это. И более того, я слышал где-то такое мнение, что ветхозаветное человечество, допотопное, погибло как раз по этой же самой причине. Так что все эти дела ни к чему хорошему не приведут. Здравствуйте, звук тихий. Ну ничего не смогу сделать, стараюсь погромче быть поближе к микрофонам. Мнение о переводе Евангелия Толстым. Есть у нас Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, он еще написал Евангелие от Льва Николаевича Толстого. И в этом Евангелии просто нет Христа, там какие-то измышления свои. Пол булки – это норма для кого-то, для кого-то – пол ломтика, а пол ломтика на ночь тоже… Так, это что-то тут между собой. Такое впечатление, что ты лично с бесом сталкивался. Why not? Привет, Христос воскресе! Воистину воскресе! Вы слышали, что священник добровольно отказался от Сана. Если бы вы встретились с таким священником, стали бы вы его отговаривать. Да, слышал. Более того, буквально недавно все это происходило. Действительно, один священник, прямо скажу, нашей епархии, просто решил отказаться от Сана. Он написал об этом прямо прошение на имя нашего владыки правящего архиерея, что прошу лишить меня Сана, не хочу служить, разочаровался и все. Ну, конечно, если можно с ним поговорить, с этим человеком, хотя бы спросить, что случилось, в чем вина, что такое. Ну, может быть, и можно было как-то сделать. Но если человек, в принципе, просто уже слышать ничего не хочет, то лучше тогда и оставить его в покое. Добрый вечер. Много троллей. Ничего не сделаешь с ними. Они волнами приходят. Где живете? У меня на страничке же написано «Самарская область», «Мальцево», «В», нет, не знаю. А может, знаю. Фамилию-то мне известная. У меня есть товарищ, один друг мой, еще с детства дружим. Здравствуйте, Карташова. Да, это все, Максим Сергеевич, по той же теме. Да-да-да. Восстанут лжехристы и лжепророки дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея 24, 24 стих. Абсолютно точно. Матом ругаться в бесов гонять, себя сквернять. Они, наоборот, слетятся, наверное. Кто сказал, что сбрасывать бомбы – грех? Но если от того, что вы сбросили бомбу, погибло сто тысяч человек, как вы думаете, это вообще грех или не грех? Это просто погибло, а там еще сколько горя, сколько ужасов, сколько всего, сколько покалеченных жизней, судеб. Как же это не грех? Какое отношение к православной церкви и к иудаизму? К иудаизму, который сейчас есть, потому что иудаизм, он разный. Тот иудаизм, который в Ветхом Завете был, христианство вышло из него. То есть мы выросли из него, из этого ветхозаветного иудаизма. Христианство – это логическое его завершение, можно так даже сказать. Мы с ним антологически даже так связаны, у нас очень много из Ветхого Завета. Сцепка такая есть, без этого никак нельзя. А вот тот, что иудаизм сейчас по факту есть, это уже, так сказать… Понимаете, когда Христа распяли иудеи, получилось так, что они уже не могли оставаться в том же состоянии, в каком были. Они пошли в одну сторону, а у христиане в другую, то есть стали расходиться. Поэтому, конечно, между нами сейчас очень большая разница и ничего уже общего. Между нами больше различий, чем схожести. Есть ли у Вас видео о исповеди «Как готовиться в первый раз исповедоваться?» Братина спрашивает. Да, есть, посмотрите на моем блоге «Подготовка к исповеди». И вообще там посмотрите, по-моему, даже есть тег «Покаяние». Вот в этом теге целый ряд видео, которые к этой теме. Посылка, да, пришла посылочка, да? То есть не помяли там, ничего не повредилось? Я очень переживал, что может быть там как-то помнут или что-нибудь повредят. Так, напоминаю, на всякий случай еще номер телефона, если кто хочет позвонить. Несколько раз во время сна вживую душил черт. Один раз чуть не задохнулся, когда душит очень страшно. Даже чувствуешь, что кто-то прикасается к телу. Да, согласен с вами, бывает такое. Звоночек поступил, сейчас ответим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Сразу перейду к вопросу. Я здесь писал, но его почему-то пропустили. Дело в том, что у меня уже, наверное, лет десять есть кошка, которую я, в принципе, люблю и так далее. Но, видимо, с возрастом она вообще как бы стала гадить везде, мяукать, тошнить постоянно. Я думаю, вот о чем. Можно, конечно, ее усыпить. А можно, например, самому ее утилизировать, грубо говоря. Будет ли это грехом, если я это буду делать сам, например, либо через третьих лиц. Ну, как в этой ситуации поступить? Не до конца жизни, но за ней убираться. Как это вообще? Спасибо за вопрос. Хорошо, спасибо. В прошлый раз, по-моему, был похожий вопрос по поводу собак и кошек. Ну, в принципе, повториться не страшно. Я считаю так, что животные нам, Богом, отданы, так сказать, в управление. И мы решаем на самом деле, кто из них будет жить, а кто из них не будет жить. И мы же едим, например, свинину, мы едим говядину, баранину едим. То есть, животных мы кушаем ведь, правда же? То есть, в любом случае, мы уже решаем этому поросенку дальше жить или уже ему на стол пора. То же самое относится и к таким домашним животным, как собака и кошка. Мы их не едим, конечно, но, в принципе, мы можем распоряжаться их жизнями. Другой вопрос, что не каждый способен, так сказать, утопить котят, например, или убить старую уже кошку, которая уже просто больная вся. И кто-то может это сделать, но потом на него это такое впечатление мощное произведет, что даже психологическую травму человек получит. Очень согласен, да, что такое бывает, поэтому лучше тогда попросить кого-то, кто может это сделать, для кого-то никаких проблем не возникает, может быть, охотник какой-то человек еще, который просто привык это делать. Вот. В этом ничего страшного нет, можно обратиться. Но если кто-то со мной не согласен, говорит так, что ни в коем случае нужно за животными ухаживать до последнего, они такие же, как и мы, мы должны их любить. Пожалуйста. Не осуждайте тех, кто этого не делает, и тех, кто считает, что животное постарел, значит, можно убивать, тоже не осуждайте тех, кто за ними ходит, и лелеет, и холит их, и заботится, и готов им до последнего дыхания посвящать какую-то часть своей жизни, своего времени. То есть здесь каждый решает для себя сам, поэтому греха нет в этом никакого. Читал в журнале «Фома» статью «Поколение селфи». Как вы относитесь к такому явлению как селфи? Не считаете ли, что это своего рода борьба за внимание? Да, может быть. Да, борьба за внимание. Или какой-то такой насцирцизм такой развивается. Когда человек себя фотографирует и так, и так, и тут же выкладывает. И зачастую даже почему-то не видит, что те фотографии, которые у него получились, это просто какие-то нелепые зачастую. Большинство даже фотографий абсолютно какие-то ненормальные, нелепые. Да и сам человек нехорошо на них вышел. Но люди почему-то этого уже не видят, считают за нормой. Теряется вкус, что ли, какой-то. Я к этому отношусь очень остороженно. Я думаю, что в этом больше поводов для беспокойства, чем для радости. Ивреи во времена Моисея вырезали целые народы и не были грешниками. Почему уничтожение города – бомба и грех? Потому что… Потому что в первом случае так было Богу угодно, а во втором нет. Спрашивать отрекшегося священника, если и так ясно, что он не познал Бога. Видимо, он это понял, обиделся вместо того, чтобы умолять Бога. Я так думаю. Ну, ситуации разные бывают. Разные. Я не хочу ни в коем случае всех записывать, что они не познали Бога. Человек может в отчаяние впасть, ещё что-то. Всё может быть. От суммы до тюрьмы не зарекайся, как говорят. Какие наиболее тяжкие грехи невозможно замолить. Те, которые… Человек не раскаивается. Те, которые… Человек не хочет… То есть, он чем-то грешит и не хочет остановиться. И так же самоубийство невозможно. Потому что просто для того, чтобы замолить, нужно время. А человек уже сам себя убил, у него уже времени нет. Всё. Какая у тебя тачка? Тверской. Вы опять здесь? Нет, это я не вас в прошлый раз забанил, да? Как начать новую жизнь? Как начать? Даже не знаю, как начать. Такой вопрос очень… Поконкретнее бы, я так не могу ответить. Фильм Омин не смотрел. Голос приятный. Ага. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так. Разве можно и свинину? Можно. В Корее собак едят. Да. Зачем здесь фильтр? Нужен. Не понимаю. Фильтрует не нужно сообщение, если что-то пропустить, можно повторить вопросы не раз. Ну, просто я не успеваю читать чат. Сейчас я читаю чат самостоятельно. «Вам нравится подход к религии в Китае и Японии, где к смерти относятся спокойно?» Ну да, они молодцы, но спокойно. Это настолько разные вещи. Вот христианство, например, и, скажем, буддизм, например. Вот настолько разные просто вещи. Как это можно? Это вопрос к тому, что лучше, например, пирожное или велосипед. Ну вот как вы относитесь? Что лучше, пирожное или велосипед? Несмотря для чего, правда же? Если кушать хочется, то пирожное лучше, а если ехать, то лучше велосипед. Так что тут разные совершенно не вещи. Откуда вы знаете, что Богоугодно, а что нет? Я понимаю ваше желание потроллить. В Священном Писании так написано. Вот так написано в Священном Писании. У меня еще там было несколько вопросов, которые хотел бы еще прочитать и ответить. Это то, что в личку приходило. У меня вопрос возник, и я его не могу решить никак. После смерти человек попадает или в рай, или в ад. Это означает, что он уже осужден. Но когда будет воскресенье, то все воскреснут, и Бог будет судить их. Чтобы снова отправить уже в ад или в рай. Немного не понимая, зачем судить уже осужденных. Логично, да? Причем с отрицанием посмертного воздаяния ничего не меняется. Если человек сразу после смерти умирает и никуда не попадает, то получается, что Бог воскресит только для того, чтобы он снова умер. Бог знает все, а значит, когда человек умирает, то Бог уже знает, какой суд человеку уготован. Зачем же тогда воскрешать на осуждение? Этого вопроса никак не зависит моя вера, но очень хочется знать ответ на этот вопрос. Немножечко здесь слишком категорично восприняли все это. Во-первых, после смерти человек не в ад или в рай попадает, а он попадает как бы в преддверии только рая или ада. Потому что, собственно говоря, человека-то нет, есть только душа. Чувствуете разницу? А тело осталось тут. Поэтому человек не может в полной мере насладиться царством небесным, если он в рай. Не может в полной мере, потому что у него тела нет, только душа. Он только в преддверии находится, в каком-то втомлении, в предвкушении, в ожидании. Это какое-то как заря. Опять же, могу рекомендовать почитать книгу Льюиса «Расторжение брака». Я уже в прошлый раз об этом говорил и даже неоднократно, уже в разных трансляциях об этом говорил, когда экскурсия из ада в рай. И вот, что самое интересное, там в аду какие-то вечные сумерки, и они там между собой иногда спорят. Собственно говоря, рассветает или темнеет вообще, что происходит? Нам все время сумерки. А в раю тоже все время рассвет, они все ждут, когда же рассветет до конца, когда солнце выглянет. То есть, в таком моменте, когда это еще только светло, но еще солнца нет. Так что, посмертная участь сегодняшняя, когда мы умираем, мы только в преддверии будем находиться. А потом Господь воскресит всех, и будет окончательный суд. Не факт, что те, которые сейчас как бы в преддверии ада находятся, это не значит, что они в ад попадут. А не может быть какое-то изменение между ними произойдет, они может что-то, опять же, книга Льюиса в этом отношении очень хорошо показывает. Экскурсия из ада в рай была именно для того, чтобы дать им возможность, кто хочет, оставайтесь. То есть, у них были возможности, какие-то там оставались. Это художественная книга, я понимаю, это образно. Но зато те идеи, которые там вложены, они очень правильные, на мой взгляд. Так что имеет смысл воскрешать, безусловно. Кроме того, когда человек воскреснет, он уже в полноте будет, он и с телом будет наслаждаться. И райской жизнью или уже будет наказан в аду. Так что здесь вот так. Что касается всеведения Божия, что Господь все знает. Он знает, конечно, тот момент, когда человек умер, уже как бы известно итог. Но пока человек живет, ничего не известно. И не может Господь так это все сделать выборочно. Мне кажется, те, которые сейчас уже после смерти в ожидании рая будут, им уже, конечно, совсем хорошо. А те, которые сейчас как бы не очень, мне кажется, очень многие из тех все-таки в рай попадут после воскресения. Да. Мне кажется так. Так. Так будет же два воскрешения. Не кажется ли вам, что духовность граждан нашей страны неуклонно катится вниз? С этим можно что-нибудь сделать. Я не о религии в целом, а именно о духовности. Может, я ошибаюсь и разочаровываюсь взрослея. Ну, мне кажется, да, здесь у вас субъективное ощущение. То есть, это ваше чувство, вы это видите, вам это вот как-то вот открывается. Но есть там какие-то вещи, которые вы просто не видите пока, какие-то такие серьезные, очень глубинные. Поэтому, наверное, да, все как-то идет в сторону обмерщения. Вот термин для вас наверняка новый, для большинства из вас, по крайней мере, обмерщения. То есть, в сторону вот не духовного, а мирского, вот материального. Вот так вот, да. Общая тенденция такова, да. Но, знаете, она ведь, если график, так сказать, нарисовать, степень духовности и омерщленности, да, в разные эпохи. Это, конечно, занятие, конечно, для математика. Да. То она, это будет не такой вот график, который все на обыль идет. Это какая-то такая вот будет, вот кривая такая будет, которая то туда, то сюда, то взлеты, то падения, то вниз куда-то, то вверх. Вот она как-то вот так. Но все равно общая ее направленность, она все-таки, наверное, как в сторону уменьшения все-таки идет, да. Так, по поводу, нажму на треугольник, пожалуйста, трансляцию. Нажму на треугольник, будет ли это грехом, да. Не знаю, смотря на чего. Мотивы какие. Что это за Бог, который убивает детей? Что это за вера, который поклоняется такому Богу? Хотите мнить себя святее Господа Бога? Ну-ну. Если я сейчас нажму, да, треугольник, понятно. Фаре знает, но пока мы живы, он оставляет право свободы выбора, ибо смерть не есть конец, но ответ за содеянный приз жизни. Так, ну что, я тут пропустил много чего. Слышал, что душа, прошедшая через ад тяжкими мучениями, очищается и уже после попадает в рай. Так ли это? Да, вполне может быть, да. Сейчас, секундочку, у меня тут еще был вопрос, вот в личку. Тут даже целый ряд вопросов. Сейчас. Хотелось бы высказаться по поводу сегодняшнего видео о грехопадении. Мне очень понравилось одно из толкований о том, что одежда от Господа были телами, а не обычными вещами, и что люди были ангелами до изгнания из рая. Но не ангелами, что они как-то были менее материальны, что ли. Но это одна из версий. Господь сотворил человека из праха земного, а это может означать лишь то, что человек изначально был существом телесным. Предположение о нашем ангельском поражении несостоятельно. Что вы думаете об этом? Ну да, я могу сказать, что есть разные попытки в ту сторону толковать, в эту сторону толковать. Я думаю, что все-таки тела наши сразу были материальными изначально. Я думаю так. И, конечно, ангелами мы не были. Нет, ангелы – это совсем другая вещь. Это совсем другая история. У них совсем другая природа. Не надо путать. Регулярно сталкиваюсь с тем, что некоторые мнения священнослужителей сильно разнятся. Некоторые вопросы я уже задавал в чате, даже несколько примеров. Да, разнятся. Я тут как-то услышал здесь радио, где священник отвечал на вопросы. Ему звонили в эфир. Он отвечал на вопросы. Ну и некоторые его ответы меня тоже немножко напрягли. Скажем так. То есть я бы ответил по-другому. А еще бывает так, что человек спрашивает у меня, например. Отец Андрей, вот скажите, пожалуйста, вот меня такой-то вопрос интересует. Вот он вопрос задает и говорит. Я вот одного батюшки спросил, он мне вот так сказал. Потом я спросил у другого, он мне вот совсем по-другому сказал. Ну вот вы мне скажите, как мне, вот так или вот так. Я этому человеку говорю. Слушай, родной, ты в двух соснах уже заблудился. А вдруг я сейчас третье скажу что-нибудь. У тебя будет уже три сосны. Представляешь, сколько ты здесь будешь плутать. Ты пойдешь потом к четвертому батюшке и скажешь, ну-ка рассуди нас, который из них трех что ли прав, так и будешь собирать мнение. Нечего ходить от одного к другому. Он подошел к одного священника, он тебе сказал, зачем к другому пошел. Что делать со старым крестиком? В нашем местном храме рекомендовали оставить на память. Вы же рекомендуете отнести в храм. Ну я не рекомендую, я просто как вариант говорю. Просто некоторые носятся с этим крестиком, как курица с яйцом, не знают, что с ним делать. Ну оставьте себе, пусть он останется у вас. Они что-то смущают. Ну принесите в храм тогда. С православной точки зрения собак не рекомендуют содержать в квартирах. И в нашем храме считают так же. Но довольно известный священнослужитель Анатолий Бобровский считает наоборот. Приведя примеры патриархи Тихона, у которого был Сен-Бернар. Да, я думаю, что ничего страшного нет в том, чтобы держать дома собак. Когда-то я тоже, когда только начинал служение, просто я усвоил негласное правило, что собак нельзя. Ну и вот я его некоторое время транслировал, а потом думаю, а почему, собственно говоря, нельзя? Не понимаю. И думаю, какая разница. Нигде я этого не встречал, запретов, нигде ничего нет такого. Тем более, действительно, есть и патриарх, и не только Тихон, и другие многие иерархи, ну не совсем многие, но держат собак, животных. И среди моих знакомых священников есть люди, которые держат домашних собак. Как поступать во всех этих спорных случаях, в которых встречается немало? К вопросу о собаках. Привык поступать по зову сердца. Да, наверное, надо включать разум просто. Логику, друзья мои, просто разум включать. Желательно его вообще не выключать. Периодически прихожу в храм, ставят свечки, которые приобретают там же. В церковной лавке, меняясь, работают несколько пожилых женщин. Есть там одна тетенька, которая просто цепляется в меня мертвой хваткой, навязывая различную литературу и в больших объемах. Какая хорошая работница она. Отказываюсь от одного, тут же предлагает другого. Даже если что-то беру, она продолжает предлагать еще третье. Ей надо премию выписать. Так, это бывает напрягает. Мне очень не хочется хоть как-то обить эту женщину. Да и не всегда есть с собой необходимая сумма, чтобы приобрести все предложенное. А говорить об этом ей не хочется. Вроде пытаюсь от всего отказаться максимально дружелюбно и корректно, приводя различные глупые аргументы, которые формулируются уже выбитым из колеи сознание. Что, мол, не готов еще и так далее. Но она продолжает настаивать, говоря, как бы не было поздно. В итоге я все-таки отказываюсь от всего, но ухожу из храма с осадком. Как поступить в такой ситуации? Как отказаться от навязчивых предложений с минимальным уроном для обеих сторон? Очень не хочется как-то ей навредить своими неправильными действиями. Ничего личного против нее я не имею. Человек она на самом деле хороший, своеобразный. Просто нет там плохих людей и не может быть. Ну, на самом деле, конечно, может быть. Но такое усердие с ее стороны, я понимаю, это напрягает. И нужно бы, конечно, и настоятелю тоже как-то немножко, наверное, попросить ее, так сказать, не быть столь навязчивой. Мне кажется, вам нужно как-то прямо сказать ей, не вертеться, не крутиться, объясняться, оправдываться перед ней, что вы не можете взять. Не хотите. Просто, просто прямо сказать. Я не хочу. Будет лезть, опять, не хочу. Еще будет лезть, еще, не хочу. Отвянет. Вот как будто пластинку заело. Объясните. С напором. Жестко. Один раз сделайте, и она будет шелковая. Это лучше всего. Меньше греха, поверьте мне. Своя молильная есть, а то. Когда Иуда поделся, из него высыпалась требуха, то пришли только собаки, больше ни одно животное. Да ладно. Что думаете, потом вороны не налетели, там и не клевали? Да все. Часто ли священнослужителям приходится сражаться со своей гордыней? Да постоянно, так же, как и вам. Почему в религиях собак не любят? Подумаешь, воняет. Они же преданные. Ну почему не любят? Нормально. Просто я, например, отношусь к животным очень утилитарно. То есть, кошка должна ловить мышей, ну или кот. Если не ловит мышей, зачем им нужен? Собака должна охранять. Если она не охраняет, зачем она нужна? Такое прагматичное отношение. Искусница Наталья. Да, самое предноверное существо. Так, ну, я тут где-то в конце чата вот нахожусь. Я много там чего пропустил, друзья мои, не специально. Вот Йо у нас сегодня выходная. У меня отзывы такие приходят о том, что не нравится, что у нас появился администратор чата. Да, все-таки лучше, когда я сам читал. Хотя, когда Йо работала с чатом, я ни одного вопроса не пропускал. Все очень четко. Ну, другое дело, что общение, конечно, страдает, но тем не менее. Да. А других вот отзывов мало приходило. Ну, кто-то говорил так, 50 на 50. То есть, да, есть плюсы, но есть и минусы. Я не скажу так, что у меня прям целая гора было комментариев по поводу новой формы нашего общения. Поэтому сегодня она попросила выходной, и я думаю, ладно, предоставить человеку заслуженный отдых. В следующий раз, может, еще раз попробуем. Завидует, наверное, искусница? Конечно, наверное, завидует. Ну, а тарик-голубь – это значение стого духа. А вот как же он должен был изображен вверх, взлетает или вниз головой у нас в одном храме вверх, а в других вниз, где правильно? Да, не знаю, как повесить, наверное, кто как там. Это, знаете, когда вообще, наверное, вниз, наверное, как бы… Это же образ взят с крещения Господня. Когда Иисус Христос крестился в Иордании, то Дух Святой в виде голубя спустился на него. Ну, то есть, снисхождение в виде голубя. То есть, голубь, по идее, должен стремиться как бы вниз, да, спускаться. Следуя такой утилитарной логике, по-моему, человечеству нужно под нож пускать. А вот человек… Нет, нет, если такой утилитарной логике следовать и по отношению к людям, то не половину, а, наверное, процентов 80. Так скажем, может быть, 70. Нет, люди, конечно, это люди. Привет! Ой, здравствуйте, золотая рыбка! Валерича как раз вопрос был про кошку. Суть в том, что она мешает доме. Он хотел её или отдать ветеринарам, усыпить или сэкономить и убить её самому кирпичом по голове. Господи помилуй! Ещё описание тут, как это делать. Я про то, как с кошками расправляться подробно рассказал в начале этой трансляции. Да. Сейчас повторяться уже не буду. Такие ужасы. Тут у нас есть люди очень впечатлительные, чувствительные. В записи, трансляции завтра сможете на Ютубе посмотреть. Бастильный язычник. Нацисты тоже были практичны и заботились по своему человечеству, в основном о своей стране. Да. Кстати говоря, о фашистах. Ни в коем случае не хочу их оправдывать. Ни в коем разе. Ничего хочу положительного сказать. Вообще фашизм это жуткая вещь. Жуткая, друзья мои. Но! Не задумывались ли вы, что медицина очень далеко шагнула? И мы сейчас с большим удовольствием идём к врачам и пользуемся теми благами, которые благодаря издевательствам и опытам фашистов над людьми. Потому что там проводились эксперименты нечеловеческие над людьми. А мы сегодня с вами этим пользуемся. Но при этом ручки чистенькие. Ой, фашисты, фашисты. А? Так что, знаете, нет худа без добра. Даже в большом худе, в большом зле, Господь всё-таки позволяет что-то доброе, чтобы было. И вообще чистого зла не бывает. Там всё равно что-нибудь положительное есть. В плане общения с людьми, как врач с пациентами, священник, то есть священники одинаково относятся к плохим людям, например, к бандитам и к хорошим. Ну, в теории. На Пасху работу не смогу быть на службе, к сожалению, как мне нужно поступить в данной ситуации. В субботу сходите, помолитесь. Вообще, скажу так, суббота перед Пасхой для меня – это самое приятное время, самое лучшее, именно суббота утром. Пасха – это когда уже произошёл праздник, вот он, бах, случился. Но ожидание праздника – вот он, вот он, вот он уже подошёл. А это долго же было, то есть это семь недель, неделя за неделей идёт подготовка, говение, пост, воздержание, богослужение, поклоны. Тут много-много-много всего, и уже всё это позади. И вот она, Пасха на пороге. Ты стоишь, и тихая такая служба идёт, вот субботнее утром, с такими особыми песнопениями, очень умилительными. «Да молчит всякая плоть человечья, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земной себе да помышляет». Да, вот такие вот глубокие слова, вместо херуимской поётся. Это приятно. И ты в одном шаге от Пасхи – это самое лучшее. И потом в храме действительно соберутся люди, которые действительно верующие. Молитва в это время в храме просто звенит, как струна. Стоят люди, молятся, сосредоточены и всё. Замечательно. Суббота потрясающая. И там у меня ещё один вопросик. «Что такое понятие свободы в православной вере? Мужу предложил друг поехать в Крым и пойти в горы. Меня он брать не хочет. Сказал, что я ни разу в горы не ходил, и что я там буду делать, если через день захочу поехать домой, а мы будем в горах?» Что он не чувствует свободы, потому что он должен брать меня с собой, потому что я расстроюсь, а он хочет свободы. Что делать? Вот не могу понять, что такое свобода, как должен поступить в таком случае православный человек. Скажу так, что муженек-то хитрец, свобода. Какая свобода? Если ты женился, это что значит? Это значит, что ты взял на себя ответственность за жизнь, за будущее, за всё. Ответственность за эту женщину, на которой ты женился. И она рожает тебе детей, и ты в ответе за свою семью. Какая свобода? Это такая свобода из разряда, что вроде как бы я женат, но вроде бы и нет. Вроде как бы я женился, но ни за что не отвечаю. Какая свобода? Всё, надо было раньше гулять. Я думаю так. Вообще, свобода, конечно, это такая категория, одна из основных в христианстве. Вообще, Христос говорил о том, что Он пришел освободить нас, дать нам свободу. Но свободу какую? Свободу от греха. От греха. Внутреннюю духовную свободу. Чтобы человек не был рабом греха. А в данном случае человек хочет оторваться. У него есть желание. Я не хочу сказать, что он хочет оторваться с какими-то посторонними женщинами. Нет, он просто хочет оторваться. У него есть желание с другом полазить по этим горам. Там, может быть, их будет целая компания. В общем, мальчишник такой сделает. И вот это желание, он сейчас раб этого желания. Какая свобода? Это не христианская свобода. Я думаю, что если так дело будет дальше идти, то как-то не очень правильно все это будет. Конечно, можно там чуть-чуть, где такой иногда может быть порознь, съездить куда-то отдохнуть, друг от дружки отдохнуть. Может быть, как-то. Ну, может быть, я не спорю. Может быть, иногда и нужно. Но вообще-то нужно уметь друг другом жить. Товарищ Сухов пробился с белой солнцем в пустыне. Никогда не замечал за собой такого. Ну, ладно. По-моему, я на все вопросы, которые мне в личку приходили, ответил. И у нас, на самом деле, трансляция длится уже часочек, наверное. Зачем вообще жениться, если хочется отдыхать отдельно? О, видите, правильно. А если нет мужа жены – это грех? В смысле? В смысле нет мужа жены? Ну, нет и нет. Нет и суда, нет. А может священник, например, стать губернатором? Вы так здраво разговариваете. Знаете, друзья мои, я так вам скажу, что должность такая – губернатором или что-то такое серьезное. Когда ты становишься губернатором, у тебя сразу мозги переклинивают. И даже самый разумный человек все равно начинает быть не совсем разумным. Потому что такое положение у них. Нам кажется, что они так себя неправильно ведут, что-то неправильно говорят. Ну да, есть, которые злоупотребляют. Я не хочу сказать, что все такие прям замечательные государственники, которые заботятся о благе народа. Нет, конечно, есть, которые о своем кармане думают только лишь. Но вообще-то, когда человек поднимается туда, у него горизонт, так сказать, его кругозор гораздо шире, чем наш, людей, которые находятся вот здесь. И поэтому жираф большой ему виднее, он по-своему все видит. И он делает такие вещи, которые нам кажутся глупыми, но просто он учитывает большее количество всего, чего мы даже догадаться не можем, что оно есть. Нет, это прямой ответ на ваш вопрос. Нет, губернатором, боже упаси. Нет, вообще нельзя. Почему в Кеннельской епархии такое передвижение, словно пешек, переставляют священников? Это только у вас так или везде такая каша, а вам случайно не грозит перевод? А я не замечаю, что у нас какое-то такое движение есть. Вообще не замечаю. Наоборот, все очень тихо, спокойно, мирно, никаких движений как-то есть. Ну да, бывают, случаются какие-то переводы незначительные. Вообще в большей степени это касается именно Кеннеля. Там вот как-то движение такое происходит, хоть какое-то там движение происходит. Но это, я думаю, очень временное явление. Просто епархия развивается, она становится крепче, она собирается, формируется как-то. Это естественный процесс. Но через какое-то время все успокоится, все будет нормально. А насчет перевода меня куда-то? Понятия не имею, но мне ничего не говорил. Вот вам новый губернатор Сахалин. То вы меня уже на Сахалин хотите отправить? Нет, ребят, Самара и Сахалин все-таки разные вещи. Хоть и на С. Искусница следит, смотрит за отцом Андреем. Да, да. Что нужно сделать, чтобы закрепиться на том месте, где начал изначально служить? Нужно просто служить и все. Никто тебя не тронет, если ты будешь нормально служить верой, правдой. И если ты, так сказать, решил здесь оставаться, то, пожалуйста, никто не тронет. Мясо едите. Ну, конечно, ем, но не сейчас. Сейчас идет пост, я сейчас, конечно, его не ем. Матушка обязательно должна в храме работать? Нет, не обязательно. Вести себя достойно. О, точно. Так, ну что. Друзья, будем заканчивать, закругляться с трансляцией. За рубеж священника могут отправить служить после окончания семинария? Если он сам захочет, и будет необходимость, и будут такие условия, то могут и помочь это сделать. Но, в принципе, семинария, она же такая местная, то есть, например, самарская. Она самарская готовит для самарской же области. Какой смысл самарской семинарии готовить священников, например, для заграницы? Получается, этого семинариста растили, его воспитывали, его обучали, его готовили, а потом отправили за границу? Ну, его для себя, наверное, готовили. Так что семинарии, они, в общем-то, местные, они готовят для себя кадры, для того региона, где это семинария находится. Ну, и если там обучаются ребята откуда-то из других регионов, то это, как правило, они на платной основе, поэтому их обучают и туда же, в эти регионы, они возвращаются. Так что, ну, их платят за них, там, оттуда деньги поступают. Так что там все это таким вот образом работает. Друзья мои, ну, благодарю вас за ваше внимание, за то, что были со мной, за ваше участие, за общение. Желаю вам всем помощи Божьей, любви, здоровья, добра, радости, ну и всех благ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok